Здравствуйте, друзья. Это «Аргумент» на YouTube-канале «Униан». Спасибо, что смотрите, не забывайте подписываться. Сегодня я говорю с Сергеем Жирновым, полковником запаса, бывшим разведчиком-нелегалом, известным публицистом, популярным блогером. Здравствуйте, Сергей. Рад, как всегда, вас видеть. Привет, Алексей. Привет всем нашим зрителям взаимно. Начнем с того, что нам уже оскомину набило, Сергей. Сразу признаюсь. Но знаете, вот как в советских газетах была рубрика «Нам пишут», так в YouTube актуально рубрика «Нас смотрят и лайкают». Тема двойников Путина. Ну, она заходит на ура в любом выпуске, куда ты ее не вставляй. Ну, действительно, наверное, зрителям это интересно, тем более поводы даются. Но сегодня мы ее обсудим несколько в другом аспекте. Я выслал вам сюжет, думаю, вы его посмотрели. Очень занимательный, да, после которого тема двойников заиграла новыми красками, как мне кажется. Журналистам, расследователям компании «Один плюс один» украинской телеканала совместно с «Унианом» удалось раскопать очень интересную тему о том, что политики уже стали даже не взращивать себе двойников, а просто нашли фирмы, которые очень удачно делают маски. Давайте, наверное, чтобы зрителям было понятно, посмотрите в описании. Мы выложим ссылку на этот сюжет. Он выложен был на YouTube-канале «Униан». Вам будет более понятно. Сергей, вы посмотрели этот сюжет? Как вам вот эта новая версия? Я посмотрел этот сюжет, и меня он очень сильно заинтересовал, потому что, откровенно говоря, вы знаете, такого сюжета не хватало. Потому что вот просто разговаривать про двойников Путина действительно это уже оскомину набивает. Ну, хотя, в общем, когда меня спрашивают на разных каналах, я на разных каналах даю ответы, это больше вот, когда я все это выкладываю на своем канале, то мои зрители говорят, что ты одно и то же нам по три раза или по четыре раза повторяешь. А когда каждый на своем канале посмотрит, то все нормально. Но этот сюжет, безусловно, очень интересный, потому что он первый раз показал материальное, вот то, что можно пощупать. Потому что до сих пор это разговоры какие? Вот ковыряясь в носу, смотря в потолок, мы говорим, а вот там двойник, не двойник, у каждого там. Вот мне кажется так, вам кажется сяк, какому-то эксперту, кажется, еще как-нибудь. Да, вот у вас на канале выступал, довольно регулярно выступает специалист, такой психолог, который говорит там вот поведенческие реакции этих двойников, да, у него свой взгляд на них, который, кстати, не всегда совпадает с моим. Вот, в принципе, как бы вот мы так варили в своем собственном соку. А тут конкретный человек, который работает вообще с театром из кино. Да, и вот то, что мы видели в театрах и в кино, начиная там с детства, с моего «Фантомаса». Да, вот мы помним этого самого «Фантомаса». Я помню, там, это какие-то середины 60-х годов, когда, знаешь, Жан Море, значит, играл «Фантомаса», а также играл всякий журналист Шамбора, по-моему, который там гонялся за «Фантомасом». И «Фантомас» постоянно надевал на себя такие маски, силиконовые. И вот это было, значит, существует в кино там уже там аж 60-х годов. Вот, на самом деле, значит, есть какая-то вот такая фермерка в России, которая этим занималась для театров и кино, и которую вдруг, вот в этом сюжете он рассказал, что вдруг на него вышли аж целая федеральная служба охраны, значит, Дмитрия Кочнева, которая заказала ему какие-то маски для своих сотрудников. И, судя по всему, он там прозрачно намекал, что, и для Путина. Вот. И это весьма интересная штука, потому что он показал эти маски. И мы видели, реально увидели, что вот если её надеть на себя, то да, конечно, там есть какие-то страшные штуки, вот, к которым мы привыкли из фильмов ужасов. Значит, это, так сказать, видно, что это маска. Но если надеть просто на себя маску силиконовую, то, в общем, от нашего лица ничем не отличается. И можно совершенно спокойно, так сказать, носить маску Путина. Правда, он её вот нам в самом этом ролике не показал. Это, может быть, самое слабое место в этом ролике. Но я думаю, что ему просто запрещено делать маску Путина. Потому что иначе он... Потому что он сказал, он показал свою переписку с ФСО и с журналистами, которые, значит, журналистами, которые расследовали это дело. И он сказал, что когда он заключал контракт, а он там заключил контракт на довольно приличную сумму, там, что-то 19 миллионов за несколько лет. И он говорит, что я подписываю бумаги о соблюдении секретности и так далее. И поэтому я всё вам рассказать не могу. Но дальше произошла самая интересная вещь вот в этой передаче. Он нам показал реального маску Пригожина. И Пригожина, маска Пригожина похожа на... Ихина за тем, что всё равно они всплыли при обысках, уже засветились, говорить он может об этом. Да. Ну, хотя при обысках там не столько маска всплыла, сколько парики всплыли. И фотографии Пригожина в этих париках там и так далее. Но вот это всё придало этому сюжету совершенно другую, я с вами согласен, абсолютно звучание. Потому что это уже не, так сказать, не перемалывание из пустого в порожнее. А здесь вполне конкретные вещи. Действительно, там люди надевают эти маски. Мы видим, как их, в общем, можно вполне принять за нормального человека. Раз. И ещё есть очень важный элемент, который он сказал, который я как шпион знал его на самом деле, но он это подтвердил. Это то, что он может делать так же, типа перчаток силиконовых на руки, в результате которого у вас будут совсем другие отпечатки пальцев, потому что эти перчатки пропитываются человеческим жиром. И вы можете отставлять свои отпечатки пальцев, а на самом деле это будут не ваши отпечатки пальцев, а какие-то иностранные другие. И это вещь реальная абсолютно. Потому что, опять же, я как шпион это иногда рассказывал в своих интервью, но когда я рассказываю это языком, то мне говорят, ну мало ли чего там шпион балаболи, ну мало ли чего он там рассказал. А тут человек конкретно показывает эти перчатки и действительно там другие отпечатки пальцев. Больше того, вот когда у нас была подготовка шпионская, у нас еще были и такая техническая защита. Наоборот, чтобы вы не оставляли никаких отпечатков пальцев. То есть в техотделе нам выдавали в случае необходимости, это, конечно, не каждому сотруднику, это в случае, когда проводилась какая-то операция, вам могли нанести специальный клей на ладони, и в результате вы вообще не будете оставать никаких отпечатков пальцев. То есть будет видно, что у вас нет никаких перчаток, то есть обыкновенные ваши руки, но к чему бы вы не прикоснулись, никаких отпечатков пальцев вы не оставите. И я так думаю, кстати, что Путин, когда он ездит с визитами за рубеж, ему на ладони наносят такой клей защитный, чтобы он не оставлял ни АДН свою, ни отпечатки пальцев. Хотя я считаю, что это все поздно, потому что это ему надо было с 2000 года начинать. А я так думаю, что это началось в самое последнее время. Так что в этом смысле, конечно, это очень интересный штуг, которая на самом деле дала нам подтверждение, что двойники – это реальность. Это реальность не такая уж специфическая, не такая уж, так сказать, выдуманная, потому что этот человек, кстати, отдал нам пресс-курант. Он сказал, что если вы хотите, даже вы частное лицо, вы там компания какая-то, вы можете заключить со мной договор, я вам сделаю маску, вас, не вас, какую хотите. И это стоит там, ну, по-моему, там были пресс-куранты где-то там на 2019 или 2020 год, там в районе 250 тысяч рублей. То есть да, конечно, это, так сказать, не очень дешево, но, в принципе, для людей, которым требуется какая-то анонимность, вот это, в общем, вполне доступно себе. И больше того, он сказал еще вот такую вещь, что в этих масках сотрудники какие-то ФСО или спецслужб выезжали за рубеж, и у них никаких проблем не возникало на таможне при прохождении таможенного пограничного контроля. То есть, в общем, эта штука работает. Ну, и еще один вывод, насколько упрощен теперь вот этот метод выращивания политиков, ой, этих двойников для политиков, да? Если раньше мы гадали о том, как сложно подобрать типаж лица, сколько нужно сделать пластических операций, то теперь мы понимаем, что достаточно неплохо обученного актера, который владеет техникой пародирования движений, там, жестикуляции, и все, на этом все, и немного там похожий голос. Вы вспомнили о том... Этим, наверное, можно объяснить изменение вот лица Путина на разных выступлениях. Помните, мы все время гадали, почему он то одутловатый, то не одутловатый. Возможно, здесь роли в маске. Все-таки она, наверное, объем какой-то добавляет. Хорошо. Вы вспомнили о том, как вас учили не оставлять отпечатки пальцев, а внешность менять. Как вас учили в те времена? Ведь таких масок наверняка не было еще продвинутых. Ну, в принципе, для легальных резидентур потребностей изменения внешности практически не существует. Потому что легальные разведчики... Напомню, опять же, вот это слово «легальный» – это наш сленг внутренний, шпионский. Это не значит, что мы занимаемся разрешенной деятельностью. Это просто мы работаем под прикрытием легальных организаций, советских или российских. Когда вы работаете под прикрытием такой организации, самое главное, что стоит в вашей задаче – это чтобы служба контрразведки страны вашего пребывания ни в коем случае не заподозрила, что вы шпион. И поэтому, если вы начнете употреблять какие-то... применять какие-то методы и средства изменения внешности и так далее, тогда вас точно классифицируют как шпиона и скажут, что его надо выдворять из страны или сажать в тюрьму, если у вас нет дипломатического иммунитета. Поэтому для легальных резидур это абсолютно не актуальная вещь. Этому не учат, это не проходит в разведшколы и так далее. А вот в нелегальной разведке этому учат. И в нелегальной разведке этим занимаются. То есть есть специальный даже курс изменения внешности, когда с вами работают... Кстати, специалисты довольно часто приглашаются гримеры театральные или киношные. То есть вот студия Мосфильм, студия Мини Горького. То есть такие большие концерны кинематографические, где всё это делается и где всё это нормально. То есть вам просто делают легенду, вас там представляют как актёра, который просто на стажировку приезжает в Мосфильм. Вот там говорят, что вот я там работаю в детском театре где-нибудь в Новосибирске, и вот мне нужно пройти там стажировку, как изменять внешность и так далее. И вас тогда гример обучит, как вам гримироваться, как вам лучше изменять и так далее. Ну, для сцены, для театра имеется в виду. А, конечно, всё, что можно использовать в театре, можно использовать в реальной жизни. Вот. И плюс у разведки есть, конечно, бывшие нерегалы, которые уже были в поле, и они там подсказывают, что лучше, вот какой грим лучше. Ну, самое простое, конечно, это смена париков. Это вообще просто детский лепест, потому что это вообще ничего не стоит. Но копейки стоят, раз, и вы просто надели парик, и всё, и у вас уже другая внешность, потому что достаточно просто поменять цвет волос, форму волос, и всё, и вы уже довольно серьёзно изменяетесь. Причём, вот мне, допустим, говорили гримеры, что у меня в этом смысле хорошая внешность, потому что у меня сильно изменяется внешность от того, вот добавляю я какой-то элемент или не добавляю. Вот я даже использую, вы знаете, это будет смешно, но вот я это использую даже в реальной жизни, потому что вот там люди заметили, что я всегда в наших интервью в очках. На телевидении я в очках, на интервью в очках, а очки, в принципе, мне почти не нужны. Вы же хотел попросить снять. Вот, и, соответственно, когда я их снимаю, но это только на секундочку я их снял, чтобы вам показать, у меня меняется лицо, и меня, на самом деле, без очков не узнают люди на улице. То есть в очках узнают, а без очков не узнают. Потому что просто привыкают к какому-то образу, который создаётся. То есть вот у меня эксперт должен обязательно быть умным, а человек умный, как правило, носит очки. Потому что много читает, значит, зрение испорченное. Вот, я себе, кстати, испортил зрение, когда по 2 часа, по 4 часа, ну, 2 часа туда, 2 часа обратно, ездил в МГИМО 5 лет, и в автобусе, и в метро, значит, читал книжки. Вот, а там же всё скачет, и, соответственно, всё это на... Ну, зрение у меня испортилось после 40 лет. До 40 у меня было всё, всё, один зрение, один единица на обоих глазах. Вот, и таким образом, значит, вам гример подсказывает что-то. А дальше уже, вот, может уже быть более серьёзная вещь. То есть вот ещё даже, когда не было силиконовых масок, уже были накладные носы, уже были накладные уши, там можно было клеить брови, усы, бороды, менять парики. И, конечно, можно добиться такой и такой степени, когда вас просто будет не узнать. Чтобы изменить, вот, допустим, даже вот лицо, вы можете прокладки под зубы, там, под щёки, и у вас будет более полное лицо. Вы можете, кстати, использовать, ну, всё то, что используют в кино. Накладные животы, накладные, там, я не знаю, там, какие-то там более корпулентно-то вы будете выглядеть. И, соответственно, совсем другой будет силуэт, потому что, когда за вами, допустим, идёт какая-то там контрразведка, она знает фоторобот, и она знает примерно, как вы выглядите. И когда вы изменяете, значит, не только лицо, но ещё и свою фигуру, то есть становитесь более полным или там более корпулентным, вы ещё можете менять походку, это тоже может отрабатываться. И таким образом вы будете не похожи сами на себя. Но, как вы понимаете, у нас задача совершенно другая. У нас задача не стать похожим, стать другим человеком. То есть, когда мы используем грим, мы становимся абсолютно другим человеком и не похожи на самого себя. А у двойников, которые работают там с Путиным или с каким-то там, с Пригожиным, у них задача стать похожим на него, то есть взять какого-то человека, который станет похожим на тебя. Да, и строго говоря, пустить этого зайца, допустим... Кстати, в разведке такое тоже бывает. Можно пустить этого зайца якобы за собой, и за тобой уйдёт наружка куда-то, в какое-то место. А ты сам будешь спокойно заниматься своим делом под другой личиной, под париками и под гримом. Но это уже тогда, когда у вас есть помощник, например, который может вам помогать в этом деле. То есть в разведке, конечно, это используется. Но это используется очень редко и очень штучно, и для такой дорогой отрасли разведки, как нелегальная разведка. Расстроили вы меня? Хотел очень услышать от вас историю о том, как вы ходили на дело на операцию со сменой внешности. Я про операцию ничего не рассказываю. И, кстати, вот люди, которые мне постоянно пишут там «ты предатель», они на самом деле ничего не могут предъявить, потому что я ничего не рассказал никогда и никому. Кстати, да, я нигде не видел. Вы говорите о принципах работы системы, да, и анализируете из своего опыта события нынешних дней. А давайте-ка перейдём, думал, о чём дальше поговорить, давайте на исторические маски Путина перейдём. Давайте. Вот я обратил внимание, в Российской Православной Церкви осудили освящение памятнику Сталину в Великих Луках, да, на территории частного завода открыли памятник Сталину. Его освящал местный священник. А почему Кирилл пошёл против этого освящения? Ведь принято считать, что Путин возрождает культ личности Сталина в Российской Федерации и опирается на него, как на исторический костыль на сегодняшний день. Потому что они нас слушают. И потому что я, кстати, в своих публицистических статьях давно уже писал, что в Российской Федерации все шизофреники, и они очень часто делают вещи, которые абсолютно несовместимы между собой. Для примера я приводил вот такую вещь, как, допустим, нынешние ФСБшники, которые, с одной стороны, открывают у себя часовни внутри своих служб, а с другой стороны у них висит портрет Дзержинского, и они считают себя чекистами, продолжателями чекистских традиций. А чекисты расстреливали священников, сажали их в ГУЛАГ, уничтожали церкви, сжигали иконы и измывались на патриархами и иерархами русско-православной церкви. И по этому поводу здесь, в принципе, наконец-то дошло до патриархии, что либо одно, либо другое. Это вот старая история, которую там любит повторять Виктор Шендерович, про трусики и крестик. Вы либо трусики наденьте, либо крестик снимите. И по этому поводу, значит, вот и здесь то же самое. То есть вы либо за Сталина, и тогда вы против русско-православной церкви, потому что Сталин ее преследовал, несмотря на то, что он даже, Сталин возродил патриархат в 43-м году, потому что он его использовал во время Великой Отечественной войны. Но, тем не менее, этот патриархат московской патриархии находился под неусыпным контролем НКВД, МГБ и КГБ. Вербовали все иерархи. Все иерархи поголовно вербовались. Все иерархи, все нынешние более-менее старенькие епископы, архиепископы, митрополиты, все являлись агентами КГБ, если они были совершеннолетними до исчезновения Советского Союза. И, в общем, они там поняли. И вот, откровенно говоря, я не без удовольствия прочитал это сообщение о том, что патриархия осудила священие священникам этого монумента. Тем более, что мы с вами обменялись до эфира нашими впечатлениями, потому что там была фраза такая интересная, потому что этот священник сделал абсолютно кощунственную фразу. Он сказал, ну а что такого Сталин сделал? Да, он, конечно, уничтожил много священников. Таким образом, у нас стало больше святых, то есть мучеников, невинноубиенных, что является абсолютным дебилизмом. И, соответственно, его епископ Савва местный, великолуфский, ему сказал, что этому священнику, что я-я-я, скорее всего, не лишь отца она, наверное, но, в общем, там какие-то санкции против него будут применены. Сталин, Путин все-таки на сегодняшний день равняется на него или нет? Если проследить все десятилетия его правления, его кидало от Романовых до Сталина и обратно, что называется. В самом начале, если вы помните, в 2000-х, он еще, перенимая опыт Ельцина, он заигрывал с семьей Романовых в изгнании. Были их визиты. Все думали о том, что чуть ли не о переезде их, да, и восстановлении их там в каких-то, что это будет вторая, как английская королева, это великая княгиня Мария. Этот план отменили, этот проект отменили. Затем он себя ассоциировал с Петром Первым, с Екатериной Второй, на сегодняшний день с Сталином. Вы сегодня курс на какой ориентир видите? На самом деле, здесь ответ очень простой. У Путина вообще нет никакой идеологии и нет никаких убеждений. Он чистейший оппортунист в западном понимании этого слова. А это слово оппортунист – это человек, который использует ситуацию для того, чтобы вынести из нее для себя лично получить самые большие привилегии для себя лично из этой ситуации. И поэтому, когда ему нужно заигрывать со старым коммунистическим электоратом, тогда он восстанавливает Советский Союз, тогда он плачет по поводу безвинно убиенного Советского Союза в 1991 году, Сталина и так далее. Когда ему нужно нападать на Украину, он ругает Ленина, он ругает Советский Союз, он говорит, что этот Советский Союз создал несуществующее государство, Ленин вообще полный чудак на букву М и так далее и тому подобное. То есть наезжает на Советский Союз и таким образом он становится защитником больше Российской империи. Он говорит, вот Украина входила в Российскую империю и подразумевает, что дальше там Польша, а дальше там Финляндия, а дальше там Аляска, Соединенные Штаты Америки. Так что, в общем, есть где разгуляться, если, так сказать, встать на позицию позицию империалиста российского до большевистского переворота 1917 года или там до февральской революции 1917 года, до отречения Николая II. И по этому поводу, на самом деле, он чистейший оппортунист, не имеющий вообще никаких убеждений абсолютно. И, кстати, ему даже патриарх Кирилл было такое скандальное довольно заявление, когда патриарх Кирилл ему сказал, Владимир Владимирович, вы вообще вспоминаете о Боге, то тогда, когда вас это устраивает. Когда вам надо у Бога у этого чего-то попросить. А когда ему надо чего-то дать, вы почему-то о нём не помните. Но это было до того, как тот же самый патриарх Кирилл высловил русские танки на убиение братьев-украинцев и русские ракеты на разрушение школ, больниц и жилых домов в Украине. А отдельно вот обращает на себя внимание ненависть просто патологическая к Горбачёву. Вы обратили внимание? Даже вот в этих новых учебниках по истории для школьников туда втеснули всё-таки вот эту ненависть Путина к Горбачёву, называя последнего... Ну, они повесили на него просто всех собак. Там и было что-то личное, как вы думаете? Нет, я не думаю, что это что-то личное, потому что это просто... Просто он понимает, что на самом деле у Горбачёва очень плохая история в Советском Союзе, потому что на него... Его все считают разрушителем Советского Союза, коим он, в принципе, не является, хотя свою руку он предложил к этому, к ускорению того, что Советский Союз разрушился. Потому что я лично Горбачёву относился раньше довольно хорошо, но я говорил о том, что Горбачёв просто балабол был. Он был демократ, да. Ну, как демократ, он был портократ демократического стиля. То есть он хотел, строго говоря, когда он пришёл к власти молодым человеком, даст довольно 50 лет, к власти в Советском Союзе, он захотел остаться в истории. И поэтому он начал играться вот этим... Тем, что у него хорошо выходило. А у него что хорошо выходило? В отличие от Брежнева, от Черненко, и от всех прочих людей, он мог говорить без бумажки, долго, много, на любую тему. Ну да, он косноязычный в русском языке. Да, у него там Южный Говор, значит, Савропольский и Краснодарский. Вот, ну и что? Ну и какие проблемы? Но, тем не менее, значит, он всё равно, вот когда он пришёл, что, конечно, мы все обалдели, потому что когда человек вдруг выходит и без бумажки нам там два часа чего-то там говорит, то, в принципе, мы там... При моей жизни такого не было ни у какого генсека, ни у какого секретаря ЦК, ни у кого не было. Поэтому, в принципе, мы сначала в него все влюбились, а потом, когда мы посмотрели, что он делает, мы поняли, что он, кроме того, что говорить, он, в общем, мало чего делал. И, так сказать, у меня к нему спокойное отношение, хотя моё самое большое отношение к нему вот типа того, что Навальный написал про Ельцина в своём письме, да, и про, значит, этих самых либералов 90-х годов. А именно, когда состоялся ГКЧП, то ведь, вот я написал Горбачёв в своих статьях тогда что? Что Горбачёв был виноват в ГКЧП, потому что кто возглавил ГКЧП? Его возглавил Янаев, а Янаев – это человек, которого Горбачёв сам привёл, которого не хотел выбирать съезд, не хотел съезд его назначать на эту должность, и Горбачёв трижды запускал голосование по поводу Янаева и продавил эту кандидатуру. И вот как наказание, как ирония судьбы для Горбачёва именно этот самый Янаев устроил ему ГКЧП, и именно он его и отстранил от Ларти, и таким образом это вернулось с Горбачёва с таким поражением. Но в этот учебник, почему его, с моей точки зрения, ввели? Потому что он очень просто всё-таки. Просто всё-таки. У него такая плохая репутация в России, что грех было не ввести такого козла отпущения по поводу развала Советского Союза. Хорошо. Пригожин примеряет историческую маску Ленина на сегодняшний день? Как вы думаете? Я о вот этом расследовании Белинкета и заявлении Христа Грозева говорю, который ставит на то, что в течение трёх-шести месяцев будет или новый мятеж Пригожина с переворотом, или Пригожин умрёт. Ваша версия. Моя версия, которую я говорил уже несколько месяцев и до Христа Грозева. И мне очень приятно, что Христа Грозев повторил мою версию. Если с вами меняются, прогнозы должны обновляться. Согласитесь. Прогноз в мае месяце, даже в наших с вами беседах, я вам уже говорил, что Пригожин занялся политикой. Он стал кандидатом в президенты Российской Федерации. Он практически даже де-факто стал исполняющим обязанности президента, потому что настоящего президента не было. Президент сидел в бункере. И что если Пригожина не убьют, то в следующем году он станет следующим президентом Российской Федерации. Или будет у него вероятность такого развития событий. И когда Христа Грозев сказал примерно то же самое, но немножко по-другому, что типа Пригожин вполне возможно ещё вернётся, если его только не убьют. И в этом смысле у меня сомнения чем дальше, тем больше. Потому что у меня сомнения по отношению к Пригожину возникли через три недели после его мятежа. Когда появилась первая фотография, ну то есть, грубо говоря, это у меня возникло 10 июля, когда Песков нам стал заливать бабки о том, что Путин встретился с Пригожиным якобы в Кремле и с 35 командирами Вагнера. Мне что-то показалось это очень странным, потому что как это так встречаться с государственными преступниками, вместо того, чтобы сражать их в СИЗО Лефортова, с ними встречаются в Кремле. Это как-то странно было для президента Путина, который всем сообщил, что вот у нас сообщала, значит, попытка переворота, неудачная, но всё состоялось, всё хорошо, армия спасла, которая никого не защитила, Росгвардия поздравила, которая никого не защитила, ФСБ поздравила, которая никого не защитила, никто его не вышел защищать, он всех поздравил, всех там наградил, вот это было довольно странно, и у меня возникло подозрение, что вообще Пригожина посадили на самом деле, или даже уже убили, вот, а нам разыгрывают комедию, что типа просто потому что тогда ещё вагнерцы не были разоружены, И буквально через два дня после того, как эту комедию разыграли, 12 июля сообщили, что вагнерцы сдали всё своё тяжёлое оружие, получили, судя по всему, перед этим выплаты денег, но Пригожин не возник со стопроцентным убеждением. То есть нам показали какую-то старую фотографию, потом какую-то старую фотографию где-то там с африканцами какими-то в кулуарах якобы форума «Россия-Африка» на самом деле, там, в общем-то, опять же, тоже две фотографии, их можно было смонтировать. Они могли быть просто смонтированы, это могли быть старые фотографии какие-то, вот это могли быть фотографии, кстати, прошлого форума 2019 года, потому что там та же самая ленточка была. Вот. И дальше у нас было видео, снятое ночью, где, опять же, вот если мы теперь, базируясь на вот этом видео, которое мы с вами сегодня обсудили, значит, просто любой имитатор, который надел на себя маску Пригожина, и ночью под покрывом темноты, то есть там даже деталей никаких не видно, то есть там полностью вообще будет, сработает. Вот. И Уткин, который тоже вынужден при вагнерцах говорить, что вот я тот самый Вагнер. Они говорят, да, да, мы и не знали, да, а какие вы тогда вагнерцы, если вы не знаете, кто такой Уткин и кто такой Вагнер. Вот. То есть очень всё странно, плюс ещё несколько аудио, и я ехидно говорил, что аудио он может писать и в камере в СИЗО Лефортова, вот, и таким образом, на самом деле, вот Пригожин пока что не доказал, что он живой и здоровый, и что он на свободе живой и здоровый. Вот. Но в любом случае, с ним наверняка, даже если он живой и здоровый, заключили какой-то контракт, что типа мы от тебя пока отстали, но, конечно, никакой публичной деятельности, кроме того, что нас устраивает, кроме того, что нами асоцианируется. Вот. Но мне всё-таки кажется, что это пока что отвлечение на негодные объекты, на самом деле, Пригожин либо сидит, либо убит. А вы про выборы вспомнили. А вам не кажется, что сейчас взят курс на упразднение этих выборов? В начале Песков говорит о том, что выборы в России – это не демократия, а история о дорогой бюрократии, да? Через несколько дней эстафету подхватил Соловьёв, который в эфире ток-шоу начал рассказывать о том, что от чего мы должны ходить на выборы только потому, что там несколько десятилетий назад от нас этого потребовали страны Запада. Тенденция уже отличается или нет? На самом деле, это тоже версия, которую я давно уже тоже озвучиваю, что Путину очень удобно будет в следующем году просто отменить выборы, потому что идёт война. Когда в России, на самом деле, с осени прошлого года военное положение. А когда вводится в стране военное положение, то отменяется вся обычная политическая жизнь и демократия. Даже у нас здесь, когда у нас был ковид, у нас тоже не было выборов, у нас тоже не было каких-то обязательных вещей политических. То есть это в порядке вещей. Но, с другой стороны, обратите внимание, на этой неделе были арестованы или, по крайней мере, созданы какие-то проблемы всем представителям движения «Голос», которое наблюдает за этими выборами. А если выборы они собираются отменять, то зачем тогда надо сажать этих активистов, которым как бы нечем будет заниматься, потому что они наблюдают за выборами. И пока что есть единый день голосования 10 сентября. Пока что, вроде бы, они не собираются отменять всё то, что замышлено. Больше того, это пока что не в их интересах, потому что они собираются провести выборы во всех четырёх регионах, завоёванных в Украине. Потому что там же не сформированы никакие органы власти официальные. Потому что просто какие-то есть назначенные гауляйтеры и всякие там полицмейсеры. Но никаких выборных органов... Эти выборы будут 10 сентября. Их они ещё хотят провести. Да, я говорил об упразднении президентских именовыборов, скорее всего. Президентские выборы... Я совершенно не исключаю, что президентские выборы они упразднят. Потому что... Я, кстати, высказал такую вещь, что если Пригожин и вернётся, если выяснится, что он живой-здоровый, и он может вернуться, кстати, накануне выборов. Причём он может вернуться в очень специфическом варианте. Он может выставить свою кандидатуру. Его попытаются наверняка отстранить от этого дела, потому что зачем он нужен? Потому что он человек популярный. Вот у него есть своя медиа-империя. Теперь у него эту медиа-империю вроде бы отняли. Но, тем не менее, представляете, если он с Пригожинцами, с этими вагнерами вооружёнными придёт на выборы и расставит каждого одного вагнеровца с автоматом Калашникова на каждом участке, а их там всё-таки достаточно много, тысяч вагнеровцев, который просто будет наблюдать за тем, чтобы урны набивали бюллетенями не Путина, а Пригожина. И таким образом Пригожин совершенно спокойно может не совершать государственный переворот, а сделать просто выборы в свою пользу. И я так думаю, что Путин этого очень сильно не спугается. Мы увидели, кстати, 24-го числа, как прошёл первый тур президентских выборов 24-го года. Ни один человек не вышел защищать Путина. В «Единой России» миллион членов. Ни один из миллионов членов «Единой России» спонтанно не вышел защищать Путина. А даже сама эта партия «Единая Россия», в которой, кстати, алкоголик Медведев является председателем формальным, даже не удосужилась организовать какие-то мероприятия, чтобы не спонтанно организовать хоть десяток каких-то убогих людей с плакатиками, руки прочь от нашего любимого Путина, защитим, не отдадим, сами своими телами защитим любимого Владимира Владимировича. Никого не было. Таким образом, первый тур президентских выборов уже состоялся. И на нем было признано, что Путин вообще не является кандидатом в будущие президенты. А в такой ситуации Пригожин может вернуться, если он живой и здоровый. Сергей, в последнее время складывается ощущение, что спит и видит себя в президентской гонке Дюмин, в существовании которого мы мало знали до Пригожинского этого бунта. Этот бывший охранник, нынче губернатор, какой области я не... В этой области. Да, да. Он включил свою пиар-машину. Странно то, что ему это позволяют делать. То есть не странно, а интересно. Ему позволили включить свою пиар-машину. Дело дошло даже до того, что на этом позорном форуме «Армия-2023» они расхаживали вместе с Шойгу. Как вы думаете, что это за проект? Возможно, из него лепят генерала Лебедя обновленная версия. Вы знаете, для генерала Лебедя у него очень, по-моему, недостаток большой. Он не умеет говорить, и у него нет никакой харизмы. У Лебедя была харизма. Вот у Пригожина есть харизма. Ему ничего не надо доказывать. Вот Пригожин встает перед камерой, материт кого-нибудь, и все. В него люди... Какие-то люди ему начинают верить, в него влюбляются, и его видят уже в качестве какого-то политического человека. Хотя мы все понимаем, что он нулевой политик и так далее. Но у него потенциал электоральный есть. У Дюмина никакого потенциала электорального нету. Вообще нету. То есть он может быть, если только преемник, если Путин сделает так же, как Ельцин, то есть скажет, я устал, и вот я назначаю Дюмина своим преемником, и то надо будет подделывать все эти выборы, потому что, судя по всему, Дюмин... Ну, он такой, он никакой. А вот когда человек никакой, это, с одной стороны, вроде хорошо, потому что он проходит на всех. Но, с другой стороны, у него нет никакой изюминки. То есть у него харизмы нету. У него харизма на уровне, я не знаю, амебы. И по этому поводу я не думаю, что он может быть реальным каким-то претендентом на президентское кресло, но он может быть спойлером. Он может быть спарринг-партнером, потому что он может быть человеком, который, представьте себе, допустим, пройдет во второй тур вместе с Путиным, а потом возьмет и просто скажет, я снимаю свою кандидатуру, и все. И Путин остается один. Все, спасибо, Дюмин. До свидания. Ты мой лучший охранник. Вот я тебя сделал уже губернатором, теперь сделаю тебя вице-премьером, например, каким-нибудь, например, еще. Или там вот про него сейчас говорят, что вроде его хотят поставить там на Ростех или на Рособоронпром, то есть сделать его каким-то там министром вроде бы, да. Но, опять же, это все в этих кругах нельзя вообще ничего воспринимать за 100%, потому что, когда хвалят Дюмина, бывает это вот даже не потому, что хотят его продвинуть, а наоборот, потому что его хотят задвинуть. Потому что Путин очень не любит, когда ему кого-то навязывают, и как только ему начинают кого-то хвалить, Путин, как правило, этого человека начинает, наоборот, не любить. Вот так что посмотрим на этого Дюмина, потому что история с ним ходит уже много лет. Постоянно о нем говорили уже не раз, как о преемнике Путина. Точно так же, как говорили до этого о Зинищеве, как о преемнике Путина. Зинищев кончился на водопаде, на Севере, на Крайнем Севере. И, возможно, Дюмин закончит там же, потому что, кстати, у Дюмина были довольно странные интимные связи с Пригожиным. Интимные, я бы, в смысле, не секса, а какие-то у них там закулисные переговоры, потому что Дюмин был одним из тех людей, с которым Пригожин общался по телефону больше всего. То есть он входил там в топ-5 корреспондентов пригожинских по телефону. И по этому поводу, и вообще, если вы заметили, то они шли там в направлении Тулы, и вообще-то говорили, что вот, может быть, Дюмин даже их там и поддержит, и присоединится как-то к ним, и вместе придут, то есть вышли-то из Воронежа в одиночку, или там из Ростова в одиночку, а пришли в Москву уже вместе с Дюмином. Вот, такие варианты были. Но, похоже, это было тоже для того, чтобы закопать Дюмина, но вот то, что Дюмин появился вместе с Шойгу на этой выставке, показывает, что его пока что закопать не удается. Ну, закопали двух генералов недавно, кстати. Помните песню Хиля, «А как хорошо быть генералом?» Заиграла полная краска. Что это за мор генеральский за один день? Один в тюрьме, один на воле погибли. Ну, нет, я считаю, что вот это, здесь ничего такого особенного нету, потому что, ну, в общем, первый генерал, который Житко, который заместитель министра обороны, он просто ведь его, так сказать, задвинули, отодвинули от командования, потому что он был там какое-то время начальником даже этой самой специальной военной операции, а потом его стали отодвигать. И, в общем, когда вас отодвигают, то это все неприятно, это стресс. Вот, и вообще война – это стресс. Там целыми днями какие-то пригожницы. Может быть, кстати, он входил в число, в том числе каких-то генералов, которые перезванивались с Пригожным, потому что ведь говорили, что за Пригожным стоит довольно крупная группа офицеров, старших офицеров и даже высших офицеров. И, возможно, Житко входил в этот список. А когда Пригожинский путь не удался, то, в общем, начинается… И когда вам говорят, что там 15 генералов неизвестно куда пропали, и где-то сидят, и где-то, говорят, их там пытают, гвозди, иголки под ногти загоняют им и так далее, то вполне сердце может и не выдержать. Это в отношении Житко. А вот в отношении этого самого генерала ФСО там всё гораздо проще, потому что он всё-таки довольно долго сидел в тюрьме. Он уже довольно пожилой, ему 69 лет. И просто здоровьем… В Российской Федерации вообще мужчины долго не живут. А я вам напомню, что средний прожиточный… Хотел сказать прожиточный минимум. Прожиточный возраст среднего мужчины 65-67 лет. А сейчас во времена войны он даже вообще снизился. Поэтому 69-летний человек, даже если он занимался гимнастикой, даже если он ходил по 15 километров в день вокруг этой зоны или внутри этой зоны, всё равно, в общем, у него по УДО он собирался выходить, а может быть, ему сказали, что не выпустят, и сердце не выдержало. Ну, в общем, я, откровенно говоря, не вижу в этом… Допустим, я не вижу в этом убийства какого-то. Потому что вот этот ФСОшник, он, конечно, человек яркий, потому что он заведовал всеми охраняемыми объектами на Северном Кавказе. Но вот когда шло расследование в 2016 году, вот у него заместитель его Жилин, вот он умер тогда, очень странно умер. И вот его-то могли совершенно спокойно, то ли он самоубийца мог, то ли его убить могли, потому что слишком много знал. А вот этот самый его начальник, он же там 9 лет всё-таки худо-бедно отсидел в чуряге, и ничего, и только на 2009 году чего-то там с ним случилось, ну, всякое бывает. Хорошо, Сергей, растёт ли в окружении Путина количество людей, которые уже против войны? Как вы думаете? После ударов по Москве, которые уже стали традиционными. Хотя бы вот такой вот фактор. Москва-Сити, ну, на минуточку уже туда регулярно прилёты, и 2000 человек эвакуируют. И, кстати, какая реакция у самих москвичей? Мы раньше говорили часто, многие эксперты считали, что когда москвичи увидят или все прелести мобилизации почувствуют на себя, или увидят последствия войны, то тогда ситуация может резко измениться. Но пока что-то не меняется. Ни того, ни другого не будет, потому что у них очень, у россиян вообще очень твёрдая кожа, она непробиваема абсолютно. И пока у них есть холодильник, пока у них есть телевизор, и для них это не касается. Их начинает касаться только тогда, когда вот их родственники, конкретно вот тебя конкретно касается. И опять же, вот вы вспомните, вот мы с вами уже говорили про Сталина сегодня, ведь это довольно распространённое было свидетельство в ГУЛАГе, когда люди, которые оказывались в ГУЛАГе, они рассказывали, что вот я сюда попал по ошибке. Но вот все остальные, которые здесь сидят, они правильно сидят. Но вот я по ошибке попал. И вот никого... И, кстати, вот посмотрите, огромная волна была арестов 30-х годов. Я вам должен сказать, что в отличие от нынешних времён, они все были... Все люди, которых арестовали, у них у всех было личное оружие. Потому что гражданская война, потому что революция, потому что тогда награждали оружием каждого второго. Вот у них у всех были пистолеты. То есть если к ним там стучиться в дверь, он мог бы взять пистолет и отстреливаться. Никто из них не отстреливался никогда. Они все надеялись, что их пронесёт, что это просто ошибка, что не может ничего такого быть. И, в общем, это общество вот так устроено, что их надо 20 лет молотить какими-то, я не знаю, битами каждый день, гнобить в каких-нибудь там жутких, словно, концлагерях. И то они, наверное, будут ещё любить, продолжать любить Путина и не сомневаться в том, что всё правильно происходит. Поэтому я не думаю, что это что-то произойдёт для этого народа. Изменения только... Вы правильно сказали, вот эти две тысячи человек, которые живут в этом Москва-Сити, потому что там одна башня или полторы башни, такие министерства и ведомства, а там есть ещё и квартиры. И вот люди, которые там имеют квартиры, они как раз могут себе задавать вопрос, а чего это мы тут делаем, когда тут летают какие-то штуки, и может прилететь следующее мне лично в мою квартиру. И не пора ли нам сделать оттуда ноги. И по этому поводу моя позиция очень простая, что все люди, которые сейчас делают на войне деньги, они вполне удовлетворительны всем, наоборот, они все счастливы, потому что они пилят со страшной силы государственный бюджет. Денег сейчас выдаётся немеренно абсолютно, кстати, вот поэтому частично рубль и падает. И они, так сказать, не сомневаются ни в чём, и они будут сидеть до последнего, как сидел до последнего Геринг, Геббельс и так далее, и ни в чём не сомневались. Кстати, если вы видели Нью-Ребенский процесс, все эти главные обвиняемые, они абсолютно были убеждены в себе, и когда задавали вопросы типа «Вы сомневаетесь в чём-нибудь?» Они говорят «Ни в чём мы не сомневались, мы всё правильно делали, нам отдавались приказы, мы их выполняли, и вообще всё мы правильно делали». То есть у них никаких сомнений нет. И все люди, которые зарабатывают на войне, у них никаких сомнений нет. По крайней мере, в том, что это надо продолжать и до тех пор, пока не хочется бабки. А все остальные ненавидят Путина, но не устроят никакого государственного переворота. Потому что для любого прагматика, у которого есть деньги и голова, для него проще просто уехать. То есть Чубайс уехал, ещё несколько человек уехали, Кудрин ушёл в свои должности и перешёл куда-то в Яндекс. То есть все, кто могут, куда-то утекают и текают. За границу, я не знаю, и так далее. И поэтому надеяться на то, что там будет какая-то революция такая народная, абсолютно не будет никакой. Если элитная, то вероятность есть, но очень маленькая. Я надеюсь только на другое. На какую-то внутривидовую борьбу внутри кооператива «Озеро». Когда, вот смотрите, даже в приличной стране, в нормальных условиях, вот даже мы видим, что Арестович с Фейгиным вдруг взяли и разошлись. Раслод год. Вот, и так сказать, ну вот такое бывает. А что мешает, допустим, Патрушеву разойтись с Путином? Вот так же. И сказать, что я вообще-то больше не с тобой. И всё, и не хочу. Потому что раньше мы были вместе, а вот теперь нет. И почему бы в кооперативе «Озеро» не собраться и сказать, что мы исключаем из нашего кооператива Владимира Владимировича Путина. Потому что он нам надоел, потому что он вообще... А также Медведева. И ещё кого-то исключаем. И вообще, и вот все там говорят, что Патрушев, Патрушев, Патрушев. А выяснится, что там никакой не Патрушев, а вообще какой-нибудь там дяди Вальчик, которого мы даже фамилию не знаем. А выяснится, что вот он самый главный в кооперативе «Озеро», потому что все остальные подставные лица. Вот такое более вероятно, чем народная революция. А как скоро оно вероятно, как вы думаете? О-ля-ля, это вот абсолютно никто предсказать не может. Потому что это эти вещи... Если бы это можно было предсказать, то представляете, сколько бы бабла мы бы заработали на предсказаниях выигрыша в лотерею и так далее и тому подобное. Нет, предсказать никто не может. Тем более, что просто общество, любая страна огромная, а Россия – огромная страна, где там больше 140 миллионов людей, где 11,5 миллионов квадратных километров, там просто так много факторов, от которых зависит развитие этой страны, что даже с суперкомпьютером прочитать это нельзя. Вот будет интересно, допустим, а вот задайте такой вопрос искусственному интеллекту и посмотрите, что она вам скажет, или он. Интеллигентно обойдет этот вопрос. Просто понимаете, то, что они там уже колеблются и не знают, что делать, видно по поведению даже того же Кадырова. Нам чеченские спикеры рассказывают о том, что Кадыров на русском языке угрожает НАТИ и Западу и, конечно же, побеждает, обещает потом походы на Европу. А на чеченском языке он для внутреннего пользования говорит о том, что хватит воевать, нужно все прекращать. Чеченцы просто в недоумении от этого. Правильно делают, потому что Кадыров является не очень умным человеком, но хитрым человеком. Но политическим животным хитрым. Да, и политическим животным. То есть у него есть шестое чувство, и этим шестым чувством он понимает, что он находится на корабле, который тонет. И с него надо будет когда-нибудь там сбегать, но с него сбежать тяжело, потому что вот эта старая история, помните, 17 мгновений весны, когда там Мюллер рассказывал Штирлицу, как надо убегать из Берлина. А вот когда по улицам Берлина будет грохотать советская канонада, вот тогда отсюда можно будет убежать, не хлопая за собой дверью. Вот примерно то же самое сейчас переживает Кремль. То есть они переживают там, грубо говоря, ситуацию 45-го года, Берлина 45-го года, когда старик в бункере сидит и свихнувшийся старик в бункере ни в чём не сомневается. Вот вы его сегодня видели, когда он с этим Собянином открывал какие-то железные дороги. Но правда у него на лице было написано, как мне всё это надоело, и как вы мне эти скучны, и как вот я должен как дурак здесь стоять, полчаса и слушать все эти объяснения. Мне совершенно неинтересно. Это было написано у него на лице. Но тем не менее он там куда-то ездит и куда-то стоит. А все остальные думают о том, чтобы как бы спрыгнуть, но так, чтобы не раньше времени, чтобы ещё сразу после прыжка сначала не оказаться в СИЗО Лефортово. Сергей, мне подумалось, как много сейчас заказов, какая очередь стоит герою того сюжета, с которого мы начали сегодня разговор. За массами. Представляете, без работы он точно не останется. Но этим всем скотам нужно торопиться, потому что там в сюжете говорилось, что производство хорошей маски от двух до трёх месяцев занимает, могут и не успеть. Придётся бежать в женском через финскую границу. Спасибо огромное. Очень интересный разговор был. Я всегда рад с вами поговорить. Сергей Жирнов, полковник запаса, бывший разведчик-нелегал, публицист, очень популярный блогер. Подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал Сергея Жирнова. Не пожалеете, обещаю. Спасибо, что нашли время и посмотрели нас. Всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok